Продемонстрировали детям все наглядно. Даже приехали сотрудники МЧС на настоящем спасателем катере. Правда, утопающий был условным. Показали ребятам несколько вариантов спасения. Сначала пострадавшему бросили так называемый конец Александрова – петлю с двумя поплавками. Затем оказали помощь непосредственно в воде, и дети смогли увидеть, как правильно плыть с пострадавшим. Выглядело все настолько правдоподобно, что каждое спасение сопровождалось с аплодисментами школьников. Уже на берегу юным отдыхающим продемонстрировали водолазное снаряжение, рассказали, как оно используется. А на электронном роботе по имени Гоша все вместе отрабатывали сердечно-легочную реанимацию. Одним из первых вернуть Гошу к жизни вызвался 9-летний москвич. Спиридон – ученик Суворовского училища, а потому к трудностям всегда готов. Я узнал, как нужно спасать человека, если он захлебнулся в воде или помирает. Нужно сперва проверить у него пульс. Если пульса нет, нужно его два вдоха сделать, потом покачать 10 раз, и так покачать 30 всего раз. Помимо техники безопасности на воде, отдыхающим санатория «Симашка» спасатели рассказали и о правилах поведения в лесу и на дороге. Оградить себя от опасности дети должны суметь в любой ситуации, отмечают спасатели. Детям это очень интересно. И после таких уроков дети начинают относиться к этому намного серьезнее. Вплоть до того, что даже были случаи, когда дети своим родителям потом рассказывают, что вот так вот нельзя себя вести на море, что нельзя купаться в шторм, что нельзя переходить дорогу. Детям это очень полезно. Правила безопасности стали учить и взрослые, отмечают спасатели. Утопающих в этом году было намного меньше по сравнению с прошлыми годами. Меньше стало и дорожно-транспортных происшествий, сократилось количество заблудившихся в горах туристов. Такого результата удалось добиться только благодаря профилактическим мероприятиям, уверены спасатели.